Здравствуйте, ребята! Урок математики. Мы начинаем с проверки домашней работы. Вам был задан номер 777. 7552 вы поделили на 472, и вы получили 16. 5453 вы поделили на 287 и получили 19. 2002 вы поделили на 143, 14. 6600 поделить на 264, у вас получилось 25. 7448 вы поделили на 931, 8. 5446 делить на 389, вы получили 14. Вам была дана задача номер 778. До обеда в саду собрали 444 килограмма груш, а после обеда 348. Все собранные груши разложили в ящики по 12 килограмм. Сколько ящиков потребовалось? Итак, у нас собрали 444 и 348 килограмм. Давайте сначала узнаем, сколько всего собрали. У нас получилось 792 килограмма. 792 килограмма – это всего собрали. А теперь разложим в ящики по 12 килограмм. То есть разделим. И у вас получилось 66 ящиков. Выражение можно записать следующим образом. Сумма чисел 44 и 348 поделить на 12, вы получили 66 ящиков. У всех так получилось? Молодцы. А тема нашего с вами урока – деление многозначного числа на трехзначное решение задачи. Давайте, ребята, разберем номер 780. Второй пример. 556 928 поделим на 304. Найдем первое неполное делимое. 5 меньше, чем 304. Мы не можем взять. 55 тоже меньше, чем 304. А вот 556 больше, чем 304. Значит, первое неполное делимое – 556. Но у нас остается еще три числа в делимом. Следовательно, в частном мы получим четырехзначное число. 556, то есть первое неполное делимое, поделим на 304. Округляем. 600 делим на 300, получаем примерно по 2. Проверяем. 304 умножаем на 2 – 608. Но, ребята, 608 больше, чем 554. Значит, по 2 мы не можем взять. Берем по 1. Из 556 вычитаем 304. И получаем, ребята, 252. 252 остаток меньше, чем делитель. Значит, по 1 взяли верно. Спускаем, 9. Второе неполное делимое – 2529. 2529 поделим на 304. Округляем. Примерно 2529 делим на 300. Берем правильно, по 8. Проверим умножением. 304 умножаем на 8, ребята, и мы с вами получаем 2432. 8 записываем в частное. Из 2552 вычитаем 2432. И получаем, ребята, с вами 97. 97 – это остаток меньше делителя. Следовательно, по 8 взяли верно. 2 спускаем. Третье неполное делимое – 972. Поделим на 304. Округляем. Берем примерно по 3. Проверим. Умножением. 304 умножаем на 3, ребята, и получаем 912. 3 пишем в частное. Из 972 вычитаем 912. Получаем с вами, ребята, в остатке 60. 60 меньше, чем 304. Значит, по 3 взяли верно. 8 спускаем. 304 умножим на 2 и получаем с вами 608. 2 пишем в частное. Из 608 вычитаем 608. В остатке 0. 556 928 поделили на 304. И получили 1832. Ребята, давайте вспомним с вами алгоритм деления на двузначное и трехзначное число. Найду первое неполное делимое. Определю число цифр в частном. Сделаю прикидку. Округляю. Подберу пробную цифру частного. Округляю делимое и делитель. Делю. Умножаю. Проверяю. Подходит ли цифра частного. Вычитаю. Найду остаток, если он есть. А теперь давайте решим задачку номер 779. Ученики из двух участков собрали 234 килограмма овощей. Площадь первого участка 48 квадратных метров. Площадь второго 30 квадратных метров. Сколько килограмм овощей собрали с каждого участка, если всего 234 килограмма? Давайте, ребята, сначала найдем общую площадь. То есть к 48 мы прибавляем 30 и получаем 78 квадратных метров. Это площадь двух участков. Теперь 234 мы поделим на 78. 3 килограмма собрали с одного квадратного метра. А теперь узнаем, сколько собрали с первого участка. 48 умножаем на 3. 144 килограмма овощей собрали с первого участка. 30 умножим на 3. 90 килограмм собрали со второго участка. А теперь давайте проверим, верно ли мы с вами решили. 144 до 90 мы получаем 234 килограмма. Мы абсолютно верно с вами решили задачу. С первого участка собрали 144 килограмма овощей и 90 килограмм со второго участка. Ребята, 782 задачку вы решите сами. А вот 781 давайте, ребята, рассмотрим вместе. На грузовую машину поместили 17 мотоциклов и 24 мотороллера общей массой 3 115 килограмм. Масса одного мотоцикла 107 килограмм. Нам надо узнать, какова масса одного мотороллера. Давайте, ребята, сначала с вами узнаем, сколько весят наши мотоциклы. 17 умножим на 107. 1819 – это масса всех мотоциклов, то есть 17. Теперь из общей массы 3 115 вычитаем массу всех мотоциклов и получаем 1296 килограмм весят все мотороллеры, а их у нас 24. Теперь узнаем, сколько весит один. 1296 мы разделим на количество мотороллеров и получаем 54 килограмма масса одного мотороллера. Данную задачу, ребята, можно записать таблицей. Решение останется прежним. Разберем номер 782. Сравните неравенства и проверьте их. Частные чисел 7020 и 90 больше разности чисел 5030 и 4961. Проверим. Действительно, 7020 мы поделим на 90, получаем 78. А из 5030 вычтем 4961 – 69. 78 действительно, ребята, больше, чем 69. Ребята дома, выполните номер 783-784. Не забудьте номер 784 решить по действиям и обязательно внизу столбиком. Спасибо большое за внимание. До свидания.